Тетсубин Так, что мы должны помнить? Не говорить одновременно? Не перебивать во время пенопласта Ничего важного не говорить Всем привет, ребят! У нас наконец-то распаковка Сколько мы ее ждали? Очень? 100 тысяч лет? Долго 200 тысяч лет? Очень долго Сегодня очень много коробок Надо начинать, чтобы до ночи справиться У нас тут приехала первая коробка Из нее все выпадает Поэтому мы решили начать именно с нее Ты пока смотри, что там А я покажу первый тун По размерам Он очень похож на нашего Долгожданного рисового слона Мне почему-то в этот раз с этим слоном Просто все уши прожужжали Все хотят рисового слона А слонов, как ты понимаешь, не так-то много В Китае Особенно рисовых Их еще надо пропитать О, вот это запах, кстати В этот раз он прям рисовыми лепешками пахнет Чувствуешь? Ох, как будто обман какой-то Наверное, ароматизатора рисового Прям рисовые лепешки Обалдеть, обычно он не настолько концентрирован Вау! Что, вот не рисом, а именно рисовой сладостью, да? Как у нас глина у последних чайников была рисовая лепешка Вот, один тунчик есть Надеюсь, их побольше Из серьезного у нас приехал бык Чишинхау Скорее всего у нас У нас есть несколько прям целый клан Чишинхау У нас есть клан Сита, есть клан Ноу Сита, есть клан Чишихе Так вот, в него уходит Артур, Виторган и я Поэтому кому-то из нас, скорее всего, приехал бык Небольшой клан Да, маленький клан, потому что блины дорогие В клане рисового слона побольше людей Так, ооо, друзья, смотрите Вот такие вот плиточки Это, конечно же, шуха Я просто взял по фану Они красивые, недорогие Если кто-то хочет такие иметь, пишите Я даже не уверен, что их стоит пить Ну, просто они прикольные Так, начнем вот с этого пакетика Тут обрезано непонятное название на китайском Но внутри очень интересная штука Какие-то плиточки, похожие на Ооо, я думал, друзья, это хейча Потому что бывает вот в таких кирпичиках хейча Но, судя по запаху, это свежий шенчик Позывай Какой-то экспериментальный, возможно Либо это подарочек какой-то Написано, 2023 год Очень сладко пахнет Очень сладкий И вот здесь что-то в иероглифах надо будет перевести Этих плиточек аж 4 штуки То есть это не могло быть случайностью Либо это подарок от кого-то Либо непонятно Ну, похоже на шенчик Запечатанные листья мешка Запечатанные листья мешка Так, а еще есть вариант Позвольте, да, сейчас А ты верхний переводи, вот этот Верхний я и перевел Да, запечатанные листья мешка А-а-а, вот это что Тен Это же желтый лист приехал Я же купил Я нашел 10 видов желтого листа У нас будет рассылка желтого листа Записываться нельзя Еще рано, ребят Пока не начинаем 10 желтых видов листа И мы будем пить И нас будет прибивать каждый раз Я думаю, что так сладко пахнет, не как обычный шен Это прессованный желтый лист Хочу предупредить Срок годности 9999 суток Я смотрю по переводчику Я уже думал лет Но мы должны успеть Приехала наконец-то мачо Вся мятая, это я лично себе купил Очень вкусный мачо, друзья Потому что у нас проблема В городе, по крайней мере, никто ничего не продает нормального А тут из Китая не дешево Но мачо прикольное Иногда хочется закапучинить мачо И получается очень вкусно Так Это что-то как-то вот Ну это китайцы Я им сказал, сделайте в обрешетку А они сделали в картонный уголок И вот итог А там будет 3 тицубина Поэтому вот надеюсь, тицубины будут не в такой форме О, это у нас танцует Илья Он заказывал пакетики с То есть это пакетики для блинов С птичкой Блин, что это за птичка? Павлин С павлином Павлини и зипы О, вот это давно не было Тем, что это? Экзамен Бабуля Бабуля приехала А уже по 98-го года У нас закончились запасы Вот наконец-то мы их О, чувствуешь? Бабуля Бабуля Да, сквозь зип Реально сквозь зип пахнет вот этой вот укропной старостью В общем, если вы еще не пробовали бабулю Вам стоит попробовать Ну главное не давайте своим женам Детям И пенсионерам, конечно В общем, сами пейте, другим не давайте Потому что это жесть Но состояние у всех, кроме Тимура, очень крутое А с чего и проварить? У Тимура состояние Тимура всегда Хрен знает какой кирпичик с чем Вот честно, вот вообще не знаю Слушай, он пахнет бабулей Потому что он рядом лежал походу У нас все теперь пропахло бабуле, чувствуешь? Блин, все бабуля О, это походу, вот смотри По похожим иероглифам Кажется, это тоже желтый лист И вот у нас тут много пакетов его Да, я помню, не в таких же тунах приезжали к нам Так, но это россыпь Это россыпь листа Их пять В общем, понемножку готовимся к рассылке желтолистной Тут опять еще эти шнурочки На, вот еще желтый лист Убери ко всему Какой-то пробник Не кидай в пробник Блин Пятый желтый лист Прессованный в кирпичиках Что это? Чувствуешь? Хэйчи, походу Чувствую, чувствую Странно И не помню хэйчи Если кто-то опознал Обратитесь в программу Жди меня Так, а это что за банка? Вау Могу перевести опять же Да, переведи-ка 100 грамм, 2021 год Обычно в таких баночках у нас любау Чэнь, шинха, лао, бан, джан Лао Банжан Лао Банжан Лао Банжан Возможно это что-то премиумное Дело в том, что два месяца мы ждали посылку И поэтому я все забыл А ты не помнил Так что будем гадать Пишите в комментариях Если что-то узнаете Пишите время, на котором мы видели чай И что это такое Это нам поможет О, Тёма Что это? Это не соевый А, нет, соевый кирпич Это как раз соевый кирпич приехал Наконец-то приехали к нам юнпиновские соевые кирпичи Но мы не знаем, кстати, соевое это или нет Но от создателей соевого И у нас должно быть кирпичей штук 25 Давай считать Два Зачем их засунули в воздушку Четыре Чтобы мачо на самом деле Да Четыре Одиннадцать Это сколько? Одиннадцать? Это десять плюс один Ага А, ну вот, друзья Это тоже желтый лист Еще один желтый лист Кстати, он часто почему-то прессуется в кирпичике Ну вот он чувствует, что таким лайтовым шеном пахнет сладеньким Поэтому, блин, это очень интересно Какой-то блинчик И этот блинчик Вау Смотри, какой интересный Серый, необычный цвет Бамбук Бамбук? Желтый лист, как понимаю, да? А, это желтый лист тоже Но это не бамбук, скорее всего Это просто А, бамбук Реально, бамбук желтого листа, друзья Написано 140 грамм А их, слушай, их должно быть больше Да, их больше, конечно Их должно быть килограмм Чтобы всем хватило Я взял желтого листа по кило Еще один грустный блинчик серый Что это такое? Тетенька сушит чай Год непонятен Запах сомнителен Бери в зип Так, друзья И у нас в этой коробке последний тун Походу, это тоже желтый лист Ну, потому что растут все желтые листы Я думаю, их скомпоновали Погоди О! Ну, это да Похоже на желтый лист Так-ка 2024 год 8 апреля То есть это прям вот Свежайший Свежак-свежак Пахнет еще Какой-то швачкой В общем, еще один желтый лист А это что-то, Тём, за баночка 35 грамм Чен Шин Хао Ух, слушай А вот это что-то дорогое Судя по всему Скорее всего, это не подарок Это мы купили Положили в наш клан Чен Шин Хао Все Первая коробка Не повторяй за мной Первая коробка из 12 Завершена И начнем мы с самого простого Ага Это снова зипы Только уже не с Феникс Сказочная птица А, феникс И много Красивые золотые зипы Толстые С фениксом приехали Это тоже Илье И частично Я нам взял Так, по приколу И же Тоже с этим фениксом Но светлые Так А это не какая-то точа Это, друзья, точа От молодежного института Вообще У нас еще есть клан Молодежки В него входит только Яймазай Он постоянно мне скидывает Ну что, берем? Я говорю, берем Берем, берем Что-то берет он себе Что-то мы пополам Так что, друзья, присоединяйтесь В клан молодежки Это очень крутые пуэры Оттуда попасть? Какое-то испытание есть? Испытание, да Нужно купить хотя бы один блин молодежки И вы в этом клане Это уже серьезное испытание довольно Дорогое испытание А это вот уже блинчик Так Сейчас посмотрим Если это шуха То мы брали пополам А если шен То Мазаевский В любом случае Приехал блинчик Мы танцуем Вот этот красивый блинчик Это вот похоже шен Ооо Да ты когда-нибудь видел Бамбук Не в бамбуке Давай, бамбук не в бамбуке Ну-ка О, друзья Я думаю, вы уже По первой коробке поняли Что все странное Это желтый лист Это еще один желтый лист Пахнет он странно Слегка в этот раз не шеном А каким-то, знаешь Вот Сушеный лист С дороги Как будто вот Подмели Или банный старый лист Да, банный лист Подмели И засунули это все Ё-оо Ну интересно Слушай, интересно Мне кажется Это будет интересный опыт Ох-ох-ох В общем, банные листы Будем заваривать В рассылке Желтого листа О, так это птички Мне кажется Судя по коробочке Это наша знакомая Чихай с птичками Либо из этого же магазина Что-то еще Птички приехали Танцуем Всем очень полюбился Чихай Еще удобный Недостатков нет Ждем В общем, он на зоне Валберес С названием Чихай с птичкой Скорее всего так И смотрите К этим столбам Еще маленький столб Пробник Маленький столбик Желтого листа А это у нас Кстати У нас 10 чайников Должно у гуансишных Приехать Возможно Скорее всего Это они Чайник Причем культовый Мы когда-то Начинали Вообще Первую закупку Тао С него С этого чайничка Да, это он Это 110 миллилитровый Гуанси чайничек Который Собственно Я всегда советую Всем Новичкам Он стоит Дешевле Четырех тысяч Он во всем Он небольшой Он хорошо Сливает Он хорошо Притерт Он хорош Для шу В общем Прямо для начала Идеально И у нас должно быть В этот раз их 10 И в следующей посылке Еще будет 5 Потому что Ну реально Они хороши Это гораздо лучше Чем Исин За эти деньги В магазине Это значит Что он продается В Китае Рублей за 500 Это не Исин И это лучше Чем этот Жигуанси Купить у нас В России За 7 тысяч Например У перекупов В общем Друзья Если вы хотите Первый чайничек Небольшой для шу Вот такой вот Стал очень хорош Свободные будут? Или все? Нет Даже минус Даже минус У нас минус 2 Поэтому следующие Еще 5 приедут Свободных нет Пока что Так А это у нас Друзья Базовая Гайвашка В районе 800 рублей Получилось Тоненькие Костяные Стоят очень дорого А это именно Такая средняя стенка В ней можно и шу Если прям очень захочется Или если нет возможности Плюс тут такие Красивые уроглифы Мы видели у одной Китайской девочки Которая обзоры пишет 6 тысяч обзоров У нее на китайском Про чай И у нее вот такая Гайвашка Поэтому мы взяли ее Это что-то другое На китайском Поэтому давай смотреть Что там Что это? Коробка-то Всякой всячиной? Ооо Смотри какая пиалочка Фужер Фужер Причем Она сделана Вот в этом тоже Античном стиле Но теперь с ножичкой Пару человек захотели такие Ну это нечаянно Аутентичное такое вот Но забавно Забавный цвет Очень приятный Он не красный А скорее какой-то Охра Охра рыжий Браун Браун? О, yes Yes, of course Ты еще иногент И всего таких фужеров У нас судя по всему 5 штук 2, 3, 4, 5 Получается 5 штучек Поэтому скорее всего Парочка будет свободная Уходили они что-то в районе Тысячи рублей всего Друзья Так Только не говори Нет, ну это уже не фужеры Это как минимум Что-то более крупное А, так это чихаи походу О, те самые Это те самые высокие Как у нас на складе Смотрите какая красота Это вот вообще просто прелесть 270 миллилитров То есть из плюсов Они во-первых крупные Здесь там есть фокус И во-вторых Ну они очень удобные А в чем плюс ребристые поверхности? Ребристая поверхность Она очень хорошо в себя Все масла откладывает И когда ты их слушаешь Слушаешь аромат Там очень Аромат задерживается дольше Да, аромат очень хорошо Оседает на стенках Ну и кстати Они не скользкие Ребра потому что снаружи тоже Это не скользко Удобно И объем классный В общем Один из самых удачных чихаев На рамне с птичкой Сколько их штук? Так, пять чихаев Кто-то заказывал сурков Или вот эти кричащие Которые Или это тот Который Что-то мемное в общем Слушай, ну чайников пока мало Четыре, да, было всего? И должно быть Тен Тен? Тен Тен типот В этот раз В этот раз Могут лампы приехать Крутые Сейчас посмотрим Я начинаю вспоминать И это у нас Это у нас, друзья Оооооооо Влад сейчас танцует это тетрайдер или как это даже форма называется не знаю в общем очень сложная ребристая форма золотая какая-то печать это чихай для влада блин тоже прикольный ароматы не так круто оседают зато когда ты найдешься какую-нибудь красивую там не знаю медовую или золотистую жидкость чай это будет очень очень красиво один владу и один по моему то ли славе то ли мне не помню кто взял они прикольные друзья они стоят чуть около 2000 по моему еще два чайничка и того их 6 все дальше от бога как говорили в моей школе 62 лет гол учительница русского говорила обычно так так друзья продолжается желтый лист теперь в мешках вот этот очень очень приятный этот приятный он вообще похож на белый чай по сути это белый чай и желтого листа то есть шины желтого листа а этот белый то есть по сути вопрос на солнышко кинули он полежал там сразу хочу уточнить многим это не желтый чай это желтый лист хуан пьян это большой лист от браковка без кофеина который по сути является чайным напитком и он очень многим нравится за его гораздо более чем от габа эффект поэтому зачем пить кабу если желтый лист стоит очень дешево это очень дешевый чай папа а это вот чебанька причем она такая тяжелая с ножками ну-ка давай достанем что это это чё за чебань у нас ну это костя воронин нижегородска московский внесенный который там там сям 4 июня должен приехать в нижней и вот чебань сразу свой заберет кстати костяна что-то очень тяжелая надо бы ее взвесить термос один кстати один терм в отдельной коробке один термос в отдельной коробке причем не свойственного нам вот этого беже капучинового цвета симпатичный видимо кто-то просил термоса окей все эти лампы заказали именно нижегородцы так первое все целенькая крышка к детям и 2 крышечка тоже все целое одна мишина возможно она сашина давай скажем что они не приехали а потом когда я буду приходить на склад или просто вот как на почте знаешь стоять красивую так или нет это не ваши еще термоса термосы никогда не ходят одни еще три термоса скорее всего они все забронированы о так ну-ка тема экзамен что это есть это шин шин хорошо какой-то шин тут вот есть подсказка написано дзин май это один из самых вкуснейших шин устал вот тут на днях только люди в чате в шоке были чем ждем буду специально залеплен мире чтобы не знали что это занимает что ты не догадался как номер прям закрыт думаю желтый да он карте в уши вот это в отдельных ничего себе они запаковали желтый лист в отдельные блинчики сколько их 3 всего нужно покажет 3 очень вкусно ароматно и желтым тень мы заказали около 50 чабу значит кучу это волатинчик а для оттенчика да и вот у нас это один из видов чабу по моему самый первый с лебедями один мне нет тебе не заказывать эти за донатить теме чабу вы знаете чем дело понравилось 3 4 5 6 стой разные рисунки 77 чабу с лебедями запомнил вот это кстати с этим волк который в цирке не смеется все пацаны заказали себе с волком кстати таких у нас два а почему это лебеди в 3 ты 5 чайки 6 7 павлины 8 это денис у нас танцует это благовоний таких палочек должно быть по моему штук 10 еще и еще натуральные крутые gift благовония причем которые складываются в общую картинку это две штучки и ищем еще положим пока вот сюда судя по почерку запаковки это либо либо чихаи фарфоровые либо пиалочки но вопрос какие это с птичулями помнишь вау смотрите очень красивая пиалка с птичулями по моему они опять же все в броне суши птицы очень прорисованы я не уверен что это ручная рисовка все-таки они стоили недорого но но красиво да думаю скорее всего наклеечка всего их 4 до почта блин походу это сито клану но сито это не понравится вот это все очень много благовоний по моему что-то 5 или пять с половиной тысяч вышло но они какие-то крутецкие и смотри какая картинка можно сложить как-то эту общую картинку мы конечно делать этого не будем и и тут у нас слава танцует видишь написано пьюрки это тот же самый магазинчик или фабрика которая делает вот этот зимой шин а этот зимой . в чем вот . 100 грамм она стоит целое состояние 6 или 6500 вот он такая ценнейшая просто . она еще и вот с такой возможно за упаковку тоже взята потому что это очень качественно сделана упаковка это прям друзья это прям деревяшка и она боюсь что тут пол цены может быть она очень красивая чем такое можно хранить смело на полке главное засунуть это куда-то в zip иначе это быстро испортится так друзья у нас тут что-то похожее на чайник причем не гонси это лёха танцует хай причем насколько я помню тоже какой-то эсинский дровяной очень необычный и конечно очень дорогой лёха смотри теперь твоя коллекция пополнится и еще четыре птички у нас только птичек и того 12 тетсубин сейчас друзья задерживаем дыхание не знаю чей это но это тетсубин вынимаем аккуратно вообще он в пенопласте но напомню об решетке не было смотрим на как она называется я забыл эта коробка всегда забываю у нее есть какой-то табио какое-то определенное название она она целая так прихватка тихо 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 вынимается целиком понимает не может не радовать это уже хорошо не как тот раз так раскрываю я уже волнуюсь во первых че это для начала смотрим и это у нас и сразу же дракон это юра он нашел у нас титсубин с дракончиком также как наш гунчунь исинский так юр ну вроде бы все все целенько вот тут вот пожалуйста у нас печати все что-то написано иероглифы слушай ну кайф смотри дракон настоящий все выгравировано повезло что приехал не в резиновой оболочке смотри юр мы его даже вот так же торжественно завязываем мы еще перевяжем покрасивше чтобы сдэк заработать а то если так не заработает я не знаю яндексу доверять что-то попроще это у нас огромная гайвань толстенькая не знаю что это за гайвань но объем у нее сотни три наверное возможно кто-то просил большой гайвань либо я сам захотел ее в любом случае все целенькая запакую как некрасиво чайник блин это не титсубин ладно тогда просто танцует илюха так юра брал же с плиткой а нет это кое-что покруче в общем юра очень хотел плитку в виде жабы и я из вредности взял себе чтобы он мне завидовал на самом деле просто потом когда-нибудь он ее выкупит вообще видно убери-ка эту штучку в общем юра это круто танцуй но не от всего сердца потому что у меня теперь есть вот это причем она с монеткой это типа богатая жаба к богатству теперь у меня наконец нормально есть плиточка она тяжеленная сколько она стоит страшно подумать на что весит она килограмма 4 прям настоящая жаба смотри с лапами с тремя кстати это очень важно там именно трехлапая жаба и монетка чай вот это у нас чем а это кстати нет ты мог сказать что это вишня это не вишня но в этой посылке мы решили попробовать новое любого и она называется 1188 пока у него нет кодового названия 1188 я думаю мы найдем что-то интересное в нем так что все маркетлейсы приготовить того самого старого деда может старого деда найдем там новый бетель или аромат уходящей молодости в общем красивое что-то обязательно идем потом и вторая любого который мы пробуем по мне там три будет это более крутой любого это 8218 в общем все это фабричная джунча вообще джунча полюба очень неплохо так что-то тяжелое что-то тяжелое а это прудики походу да друзья пришли наши базовые прудики как их все хотели точнее базовые чуть более продвинутые сарангутангом так что все кто хотел прудик наш вот этот по моему они забронированы но не все и штук 10 в общем они приехали наконец-то нарды я заказал тебе нарды по ходу тем но я не помню таком о ю моё егор тут просто пляшет это очередное изобретение егора он себе нашел какую-то божественную ты видишь как это вы пощупай как она офигенная просто чабань очень круто выглядит но я не думал что к ней нарды идут в комплекте обалдеть вот печать мастера то есть это камень она не такая вот тяжелая но вот с этой упаковкой конечно же очень мощная получается и горчик танцуй блин прикольно смотри и можно с собой эту чабань вот так вот таскать и деловой чабань лето осень дун дун чао сколько там а это одна да это у нас кай ванька вот учись как они пакуют эта крышка вот так идет сверху вау это че такое смотрите такого не помню деревца и рыбак блин какой-то очень очень красивый гайвань я реально не помню нарисована чашка написано great beauty чего у нас же было что-то красивое что-то красивое так а это какой-то чихай а это кстати по моему серега себе взял как раз блин очень необычный смотри такой скошный скошный чихай интересно пизанский такой пизанский чихай кладем сюда так друзья еще один да еще один чихать птичкой 2 последние коробочки у нас что-то похожее на чайник но не факт возможно опять какой-нибудь просто дорогой предмет это снова козырная пиала с фениксом она стоит больше чем не синский гуансишный чайничек кстати не помню кто в этот раз его хотел слушай пока без обрешетки все окей посмотрим еще шесть коробок ну во первых по ней ходили во первых следы невиданных китайских зверей мы нашли здесь надеюсь это было до того как они это друзья новые баночки и увидев их вы можете понять кстати в этот раз немножко помяты в этот раз мы взяли баночки такие какие-то медные не блестящие чтобы у людей были разные коллекции здесь у нас будут опять красные глаза но мы пока не скажем что будет внутри этого не будет снова тот же чай это будет опять лотерея это будет еще одна лотерея и внутри у нас ну куча пенопласт кстати вполне вот это может быть под кубином тогда начнем с начнем с чего-нибудь чтобы потрепать нервы планка губ всем я помню кто-то заказывал какой строительный набор я себе все такой же как все за компанию но девочка для ногтей на известно любой строитель девочка любой строитель без пилочки никуда не выходит как без головок потом значит у нас клещи есть какие-то плоскогубцы мне кажется это ремонтное что то что то ремонтировать а вот здесь у нас здесь у нас это вот для росточки чайничков в носике когда что не составит специально специальные такие крюки разных размеров не помню кто-то из чайных мастеров заказывал и какие-то супер мини молоточки в общем немножко строительного и паста какая-то воняет потому что пасты убери подальше от чая куда-нибудь давай закроем это все и напиши строй инструменты батарейки за телефоны есть этого есть давай посмотрим вот это что-то типа прудика или чабани как-то чая мало распаковки на улево посуды так пошло просто я давно нюхал где что-то понесет так пока не становится понятней это еще упаковка еще упаковка ты думал это все уже о что это за чабань а по-моему по-моему это антонио не путай с антонио у нас есть антонио у нас есть антон антонио и антонио у нас очень много в общем и вот это антонио это твоя чабань такая чабанька маленькая фанерная судя по всему вот эта фанерка ну в этот раз эти цубины запакованы хотя по-человечески 1-2-3 слоя ну и тамабука или как-то ее не пострадала давайте не могу я запомнить как упаковка это называется каждый раз в общем как бы она не называлась это деревянная коробочка надпись какой какой чайник внутри и кстати мы не знаем чей это чайник поэтому сейчас интрига внутри мешочек чуть попроще уже не такой шикарный потому что эти цубин этот вроде бы по бюджетнее так и здесь а у маленький это это наш тицубинчик наш вообще этот тицубинчик я взял домой потому что я много не кипячу мне вот такого тицубинчика за глаза он очень симпатичный маленький бамбуковый у него 0 6 литров а я вот максимально 0 6 пью обычно больше не люблю а у нас сюда я принесу мой большой тицубин и будем здесь кипятить его давай осмотрим так внутри все чистенько дырок ржавчин ничего нет на дне опять же есть у нас печать такие тицубины в магазинчиках могут смело по 40 по 30 тысяч продавать на деле он стоил мне по моему тысяч 12 что ли представляешь ну ка ну пахнет пахнет металлом тут укропом пахнет укропом или какой-то зелень а это плесень просто он немножко заветрился слушайте классный красивый маленький прям вот прямо для меня одного идея мне кажется носик конечно такой будет ли для вики века особо не любит чай домик пенопласта это дождь из пенопласта так шо это цилиталий что-то итальянском с этим ты должен понимать цирка как еще раз целиталий что это значит это и сицилия что-то на точно это гайвань с драконом кстати лишь которые разбили в тот раз вот это интересно так как любо приводится погоди погоди вот на сообразительность погоди и вот это жир жирный жир друзья это пиалки с дракончиками но и судя по упаковке совсем не бюджетные не помню зачем мы нюхаем пиалки мне привычка на складе чай старом старом китайском стиле слушаю коробочку очень крутая вот так вот смотрите какая коробочка кто бы это ни был и поэтому ооо это у нас чехешка по моему для игоря и возможно для влада уже с трудом вспоминаю что это керамика да керамическая чехешка ну такая симпатичная бюджетненькая красивая ооо так нет это же к набору получается той гайвань с желтыми листиками рыбаком а это к ней 4 пиала значит это комплект хоть убей не помню чтобы кто-то заказывал но очень 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 прикольно они не заказывали мы столько птиц давай еще раз раскроем спорим на конфеты в мир мире что это они давай реально разобьет судьба и так мы поспорили я сказал что это не пиалы с птичками там сколько можно а тема говорит что пиал с птичками иначе я проиграю пироженку не конфетку да гребаная я только что потерпел убыток чтобы мои убытки от пирожных понести заберите остатки а в дворик столько заказал мне кажется другие должны просто конфетку только что проиграл тихо вот смотри какой пакетик и на нем тунчик нарисован интересно к чему это идет манхай чэн 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 тэ самого блин это не было а воды то и не хочется так продолжаем еще возможно пригодится погоди так друзья а еще чешки часто кстати вот такие керамические беленькие чехе все ищут вот тут у нас три штуки сомневаюсь чтобы кто-то больше одной заказал так что от базовых гайвани мне кажется парочка должна быть свободная 90 11 9 коробка и наконец-то тут у нас любого 82 18 тут серега забегал отвлек меня я разочил считать 282 18 так еще один 82 18 этот 1188 еще один 1188 но я повыше камеру под ними чтобы было удобно показывать вот сколько мы там пакетов то заказали этих он перебор на человек просил 20 пакетов моему 40 килограмм заказали вы у нас походу теперь ребят будут пакеты не только с глазами но и фениксами хитри анли третий вид это кстати помы еще более премиум всего две штуки будем пробовать интересно у вау вы только посмотрите а и и и и и и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Мы увидели, что у нас не записывает микрофон, но, в принципе, я надеюсь, сейчас на записи я наговорил не хуже. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Итак, Артём, подавай мне что-нибудь. Мы совершенно теми же голосами говорим, чтобы точно сравнить качество звучания и приятность голоса. Итак, кто-то брал дракошу, кто-то, кто-то брал дракошу, кто-то брал дракошу, помню такое. Покажем дракошу? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА По-моему, по-моему, они свободно, по-моему, еще одна моя находочка, в общем, это цилиндры. Для чего? Например, в них можно положить пол бамбука. Вообще, я еще очень активно какую-то коробку для бамбуков, потому что бамбуков очень много, и хочется их по-разному хранить. Целый сюда не влезет, но половинка должна влезть. А у меня сейчас есть еще одна идейка. У нас же будет один чай, помнишь, какой? Для которого очень хорошо подойдет такая баночка, что возможно... Пока не будем спойлерить. Чиншэн Ти. У нас что-то уже было. Сегодня такое, кстати, блинчик, помнишь, красивый какой-то был. Очень-очень что-то на жирном, потому что коробочка очень дорогая. Что здесь? 200 грамм, 2023 год. И внутри у нас какой-то кирпичик. А, так это Чишинхао. Это Чишинхао, это кирпичик... Теперь понятно, что это был за блин. Это Артур. Как раз один из наших клана Чишинхао заказал себе вот этот мажорный кирпич. Он стоит прям жутко много. У Юры же к чайнику тоже должна была быть плитка. Возможно, это она. Вау, что это вообще? А, игрушки. А, такие тяжелые. Ну их тут сколько, смотри, целая армия. Они реально тяжелые. Надо бы взвесить их. И приехали... А, еще один. Еще один дракон. А еще есть кроме драконов? Там котики вроде бы. В общем, котик-рыбак. Там, кстати, они вместе с этой... Это заносчивая котичка. Это же онушка, наверное. Да, она заносчиво стоит. Дай-ка ее сюда. На этом камешке. А он, кстати, логично... По-моему, это он с камешком. Он с камешком, да. По логике. А она стоит и смотрит, и ждет рыбку. Кстати, у него тут уже рыбка в комплекте идет к удочке. Всем мы так мужьем, да? Он не очень доволен, такой... Я на рыбалку пришел. А я хочу рыбку. Все как у мужчин. Да. Все как в реальной жизни. Только один дракон сам по себе. И только дракон охмуляет такой... Я-то один. Никогда не женись, кот. Вот такая социальная сценка у нас. Какая-то антисемейные ценности. Не слушайте, это все шутки. Кот у тебя клюет. Вон у нас котик теперь здесь сидит. Давай дальше. Тарелка. И целая затопка. Смотрите, какая... Ну, очень красивая. Это что это? Космос. Космос, да. Я вообще не помню. Еще есть? Еще одна. Длинная, все целенькая. Класс. Возможно, обрешетка переоценена. Не поверишь. Тарелка? Три тарелки. Мне кажется, это только эстеты какие-то могли заказать. Типа Влада. Надеюсь, это ты, Влад. Из такого есть даже как-то неудобно. Это слишком красиво. Все. Тарелочный отдел, пожалуйста. Есть. Теперь у нас есть тарелочный отдел. Куда положишь такие, то это будет тарелочный. Вот здесь. Все, кстати, друзья. Очередная коробка. Осталось две коробки. Держитесь. Очень грустно и быстро все проходит. Но зато... Почему грустно? Грустно, что кончается. Не хочу, чтобы кончалось. Да, сын. Офигеть. Это кто вообще? Это чайницы причем. Чайницы? В них, наверное, грамм по 200 поместится. Но упаковка царская. Там, мне кажется, только какой-то императорский гонцун должен быть. Кто-то заказал елку? Стоп. Это опять Леха балуется, да? В общем, Леха, все целое. Я в шоке. Только он может догадаться, заказать такое. Блин, сколько здесь камней. Камни. Куча китайских камней. Видимо, это чтобы какой-то бонсай сделать из этого. Хоть и искусственно. Блин, интересно. Главное, целое, кстати, заметь. Да. Что там еще? Одного листика не хватает. Смотри, он прям втыкается. Все камни на месте, елка на месте. Мои убираем. Я пересчитаю камни, конечно, посмотрим. Итак, друзья, последняя двенадцатая коробка. Если тут нет тицубина, то у Саши нет тицубина. Отлично. Так, это что? Это не с Патриком, нет? Нет, это еще какая-то блатная пиалка. Это с ликами бут. Вообще, вот такая коробка, мне кажется, она стоит юаней 30. Но насколько же она делает вот эту всю посылку, всю пиалку прекрасней. Приятно же в таком получать, вот, дарить. Смотрите, это комплект, кстати, дровяной, оказывается. Вот. Ой. Что-то как-то звенит нехорошо. И тут танцует Юра. Хотя, вот, Юра, смотри. Блин, как они рисковые. Твои красивые пиалки из гуандунского магазинчика. Там есть магазинчик Киркорова на Ютьюбе. И вот он из таких пьет. Юра себе заказал комплект. Но они очень соединены, конечно, как-то опасно. Ничего не разделено. Но очень крепко. А там второй комплект, да, я взял себе тоже. Так, это чайничек у нас гуанси. Только какой? Интересно, кстати, какой. Ага. Это еще один типичный чайник гуанси, который великан. Мы нащупали бюджетную версию не только для маленьких нужд, но и вот для такого великана, по-моему, это Таня себе заказывала. Вот этого великана. Их должно быть несколько. Это, вау, чемодан. Кто-то заказал чемодан. Это что за... Это что за жирный набор? Смотрите. Слышишь, что? Тихо. Очень жирный набор в чемодане. Значит, пиалы, чайничек керамический, гайвань, маленький чихай, еще какая-то пиала. Нифига себе, вот это жир. Все в таком стиле колотого льда с цеками. В общем, кто-то заказал себе чемодан. А вы что такое? Это чайничек. А. Что, не узнал чайничек? Своей стороны. В общем, кто-то... Деловой? Будет вот так по-деловому ходить на чаепитие. Интересно, что у него в чемодане? Да, никогда не угадаешь. Те небесные чихэ, которые придется мне переозвучивать, потому что они исчезли. В общем, очень красивые чихэ с лицом дракона, которые заказала себе Таня и еще пару человек. Очень удобно сделанные, очень красивые. В общем, к ним вообще вопросов нет. Ну, кроме цены. Какой-то прям жир. А, смотри, судя по фото, это... Маленький. Фигурка маленького монаха. Но она тяжелая. Не особо-то маленьким. Но не потерял. Очень хорошо сделано. Настоящий монах. Правда, хорошо. Вау. Еще одни необычные чихэ с медным тигром. Я уже не отвечаю животным. Смотрите, красноглазый тигр. Такое обмененное. Ну, такая немножечко, какой-то, знаешь, стиль лофт. Потому что здесь медь, здесь медь. Но необычно. Сколько их там штучек? Их должно быть много. Ну да, это что за малыши? Раскрой пока плоские. Так, друзья, осознавайтесь. Кто этого мелотень заказал? Ну, а это, похоже, не пиало. Это чайная пара. Действительно, это, знаешь, чтобы чай вылить и слушать. И попнем очень хорошо. И тогда должна быть вторая плоская как раз. Ну вот. Вот, друзья. Это действительно пара-комплект. И таких у нас сколько? Пять штук? Не помню, кто-то брал. Возможно, они свободны. Очень маленькие, кстати, часто чайные пары прям делают небольшие. То есть ты наливаешь немножко улуна, переливаешь, слушаешь, а отсюда пьешь. Вообще, очень вот улуна так пить особенно круто, потому что ты анализируешь отдельно вкус и отдельный запах. Всем привет, подписчики. Поезу, думаю, чевчельки. Итак, продолжаем. Последние пять коробочек. Чайницы. Вау. Эти чайницы с дракончиком, да? Тут даже не императорских хроники. Наверное, я даже не знаю. Они очень тяжелые. Причем такие. Это что? Это титан, свинец. Очень красивые чайницы. Для медовой габа Олега, кстати. Прям идеально. Для лучшего меда. Году дракона, драконич. Одна чайница? Две. Две? Слушай, я вижу чайник. Но он какой-то другой. Не такой, как все? Да, давай-ка раскроем его. Потому что он не такой, как все. Не ожидали? А я приехал. Не ожидали, привет. Одноглазая бабка. Так, Макс из Рязани ждет одну. У нас две их должно быть, кстати, прикинь. И еще кто-то второй. Все, у нас рыбка фугу, по-моему, она называется. Вот. Она с закрытым глазом приехала. Ищи вторую. Вот. Одна рыбка приплыла. И... Да? И вторая фугу. Все. Обе фугу на месте. Уже лишь последних сил. Что это? Семенами горячо любимые. Да ладно, вот это символично. Десять? Ну, да. Десять античных наших любимых пиалок. С редиской. Слушай, ну это офигенно. Но это вот, это не редиска, друзья. Это, блин, произведение искусства. Вот эти цветочки. Очень круто. Мы на складе пьем только из них. Так что, в принципе... До сих пор не наскучил. Да. Уже несколько месяцев. Так что, друзья, забирайте последние. Ну, какие-то там забронены, какие-то нет. В любом случае, круто. Я их обожаю, честно. Вот. Такое превью можно видео сделать. А так, в целом, друзья, спасибо, что смотрели наше видео. Ты туда смотри. Да. Куда? Оттуда. Там люди. Там люди. Почти зачем они туда залезли. Как они поместились туда, да? Спасибо всем за внимание, друзья. Ставьте лайк, нажимайте комментарии. Что-что? Подписывайтесь. Обязательно. Колокольчик можно нажать. Ну и до следующих видео, потому что там еще и Тау, там чайники скоро приедут. И чай приедет наш. Чай, надеюсь, скоро приедет. Поэтому до следующих видео я поехал монтировать это все. Ладно. Пока. Пока, друзья. Тебя с собой не возьми. Как всегда.